Так приятно вместе с Татьяной Николаевной приезжать на сцене. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, сейчас во время перерыва в кулуарах общались и говорили о том, насколько интересно применение магнитно-резонансной томографии в онкологии и насколько сложная сейчас будет стоять у меня задача, потому что если каждый из предыдущих докладчиков рассказывали по какой-то одной анатомической области, то у меня достаточно сложная будет задача осветить возможности метода в визуализации как минимум трёх структур женского таза. Мы коснёмся фрагментарно образований тела матки, шейки матки, яичника, и я постараюсь максимально чётко указать на те моменты, которые являются преимуществом магнитного резонанса в развитии онкологической патологии в данных органах. На этом слайде хотела вам показать такую реальную востребованность нашего метода в визуализации онкопатологии в тазу. И хотела обратить ваше внимание, что это фотография профессора Хрисок, одной из основательниц использования МРТ для женского малого таза. Она славянского происхождения и работает в данный момент в Нью-Йорке, и, в общем-то, считается самым лучшим специалистом в этой области. И, собственно говоря, на данном слайде хотела обратить ваше внимание о том, что магнитно-резонансная томография уже, несмотря на то, что всего 20 лет, как используется в данном виде патологии, называется как золотым стандартом или методом, необходимым для планирования лечения. Изучаются возможности метода для дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных процессов с использованием различных методических приёмов. Итак, какие основные задачи магнитно-резонансной томографии стоят при исследовании женского таза? В первую очередь, это выявление образования и корректное стадирование. Он включает в себя не только дачу характеристик этого образования, а также оценка дополнительного состояния лимфатической системы и вынесение заключения для планирования и определения тактики лечения. И второй основной момент, на чём должен акцентировать своё внимание врач лечевой диагностики, это контроль за лечением. Собственно, в последующем постараюсь на этом остановиться немного поподробнее. Какие методические приёмы мы можем использовать при магнитно-резонансной томографии? Как уже говорили предыдущие докладчики, в первую очередь, это возможности аппарата, это катушки. Мы используем поверхностные катушки, используем максимальную напряжённость магнитного поля. В частности, для исследования женского таза предпочтительны аппараты с индукцией магнитного поля 1,5 и 3 Тесла. Есть центры, есть некоторые работы, которые говорят о том, что можно смотреть малый таз и на аппаратах с меньшей индукцией. Но, собственно говоря, далее, в последующем я покажу вам стандартные протоколы, которые необходимы при сканировании. И, в общем-то, отпадёт сама собой вот эта проблема, потому что нужны срезы тонкие, нужны следующие методические приёмы, такие как диффузионно-звешенное изображение, динамическое контрастирование. Поэтому, собственно говоря, применяются именно высокопольные магниты. Возможности МРТ без контрастирования определяются хорошей тканевой контрастностью метода и потенциальным набором программ, которые могут говорить о специфичности тканей, такие как жироподавление, такие как последствия градиентного эха, позволяющие судить о наличии или отсутствии кровоизлияния. Также появляются вот эти функциональные особенности в МРТ. На всех высокопольных машинах имеется возможность выполнения диффузии с выявлением избыточной клеточности в тех или иных очагах. Внутривенное контрастирование традиционно помогает нам характеризовать воскулиризацию выявленных изменений и давать определённые заключения о границах образования в том числе. Стандартизованный протокол для исследования малого таза должен обязательно включать в себя Т2-взвешенные изображения как минимум в трёх плоскостях. Три плоскости выставляются по оси органа, того, который вы изучаете. В данном случае либо вдоль тела матки, либо вдоль шейки, либо по ходу длинника яичника. Диффузионно-взвешенные изображения обязательным порядком включены должны быть в протокол. И факторы взвешенности различные применяются, но не менее 50, должны быть факторы взвешенности 50, 800 и при возможности 1000 и более. В принципе, для магнитно-резонансной томографии именно женского таза достаточно 800. И применяется внутривенное контрастирование при определении границ органа. Вот таким образом выглядит стандартный протокол с определёнными характеристиками. И обращаю ваше внимание, что толщина среза должна быть достаточно тонкой – 3 мм. Для того, чтобы пациентка вылежала это всё исследование, длительность которого колеблется от 30 до 45 минут, соответственно, и необходима ещё высокопольная машина дополнительно. Первая патология, на которой я хотела бы остановиться – это рак тела матки, потому что это наиболее часто встречающиеся заболевания в женской половой сфере, занимает четвёртое место у женщин в онкологической патологии. И какие основные критерии, прогностические критерии вот этого неопластического процесса? Это, в первую очередь, глубина инвазии в миометрии и состояние региональных лимфатических узлов. Вот на эти два основных момента, собственно говоря, может магнитно-резонансная томография ответить, определить и глубину, и выход на поверхность органов, и оценить состояние лимфатических узлов. Слайды делала более загруженные для того, чтобы максимально компактно проиллюстрировать вам каждый вариант из трёх, как минимум перечисленных, систем женского таза. В данном случае вы можете видеть семиотику рака тела матки, проявляющего себя в виде неоднородного повышенного на Т2 взвешенных изображениях образования. И, собственно говоря, для чего мы это делаем? Мы делаем для того, чтобы определить выраженность инвазии, которая должна быть менее 50% для установки статей 1. И мы видим при внутривенном контрастировании, здесь методика субтракции, имеется небольшой дефект подлежащего субэндометриального слоя, и глубина распространения опухолевого процесса не превышает 50% по отношению к всему остальному. На диффузионно-взвешенных изображениях образование имеет повышенную клеточность с ограничением коэффициента диффузии на суммарной карте. При оценке инвазии опухоли в миометрии более 50% бывают такие сложности, такие как сферозометра или пиометра, когда стенка матки растянута и стончена за счёт, собственно говоря, склеротического спаечного процесса на уровне цервикального канала. И, соответственно, оценить глубину инвазии крайне затруднительно. Поэтому, как правило, на постконтрастных изображениях можно увидеть это или при использовании последовательности с высоким разрешением. В данном случае мы видим инвазию более 50%. Ещё один важный момент, на который хотел бы обратить Ваше внимание, это использование внутривенного контрастирования. В данном случае имеется выход опухолевого процесса на поверхность органа, который соприкасается вплотную со стенкой кишки. На морфологических программах, на морфологических последовательностях была заподозрена инвазия в стенку кишки данного процесса и, соответственно, должна была быть выставлена стадия 4. При внутривенном контрастировании нам удалось выявить интактную зону и, соответственно, вопрос об инвазии процесса в сторону стенки кишки был снят. Поэтому внутривенное контрастирование обязательно должно быть включено в рутинный протокол при исследовании онкологических пациентов. При выявлении обширных поражений опухолевых, очень важно, что магнитно-резонансная томография позволяет оценить нам как распространение в органы соседние, сигмовидную кишку, заднюю стенку мочевого пузыря, а также выявить депозиты лимфатических узлов в передней брюшной стенке. Рак шейки матки. Возможности магнитно-резонансной томографии в данном случае велики после стадии 1b. Это та стадия, когда рак верифицируется, и, собственно говоря, для определения тактики лечения пациентов принципиально важен и вот этот момент. И, собственно говоря, самое основное, что мы должны оценивать, это отсутствие выхода процессов параметрии. При, соответственно, отсутствии распространения процесса на поверхность органа выставляется степень 1b. Нет инвазии в стенки влагалища на уровне свода процесса располагается. Достаточно крупное образование, циркулярно заполняющие просвет шейки с сохранением интактных окружающих тканей. И могут быть и вот такие достаточно большие образования, более 4 см, которые не вызывают инвазию. Стенки влагалища на уровне задней поверхности, на уровне передней поверхности имеют признаки избыточной клеточности и неоднородно накапливают контрастный препарат. Второй момент – это выявление распространенности процесса на параметрии. В данном случае мы видим образование, которое располагается в нижней третьей матке, инфильтрирует верхнюю стенку влагалища и фиксируется небольшой фрагмент опухоли, распространяющийся в параметрии. И данные изменения фиксируются при внутривенном контрастировании. Соответственно, это вторая Б-стадия, и данная пациентка не подлежит оперативному лечению, а изначально будет выполнена лучевая терапия или химиотерапия. В данном случае хотела продемонстрировать вам инфильтрацию опухолевого процесса стенки таза, вовлечение в процесс мочеточника с его расширением и ещё один из вариантов распространения процесса на заднюю стенку мочевого пузыря и вторичное поражение лимфатических узлов с признаками избыточной клеточности, хотя диффузия не всегда применяется для оценки состояния лимфатических узлов. Но в данном случае это очень показательно. Имеется зона периферического накопления с центральным некрозом, и, соответственно, процесс с признаками распространения на заднюю стенку мочевого пузыря. Яичники. Учитывая, что это гормонально зависимый железистый орган, то, соответственно, структура у яичника постоянно меняется, и, как правило, образования, которые начинают развиваться в данном органе, визуализируются нами, к сожалению, на слишком поздних стадиях. Поэтому для ранней диагностики используется скрининг, онкомаркеры и ультразвук. Мы, как правило, выступаем уже в роли определенного судьи стадирования и определения признаков злокачественности в тех или иных образованиях. В первую очередь, образования должны быть большими, это прямые признаки злокачественности, наличие должно быть в них перегородок и множество каких-то разрастаний, и должны быть признаки неоангиогенеза. Косвенными признаками злокачественности процесса являются увеличение лимфатических узлов, поражение брюшины, асцит. Одно из таких редких наблюдений, когда мы видим достаточно обширное образование, не выходящее на поверхность яичника, и, соответственно, может быть выставлена стадия 1b. В данном случае мы видим объемный процесс, затрагивающий как весь левый яичник, вовлекающий в свою структуру мочеточник, без асцита. Чаще всего нам приходится сталкиваться именно с такими вариантами образования, даже, я думаю, что и не только в Институте Петрова, но и в любых многопрофильных учреждениях. Это, как правило, двустороннее поражение с выраженным асцитом, множественными перегородками, заполняющими практически всю полость малого таза. Хотела обратить внимание в этом клиническом наблюдении на усиление сигнала по листкам брюшины на фоне асцита. Это один из признаков канцероматоза, и, в общем-то, диффузия в данном случае является методом наиболее удобной визуализации поражения листков брюшины. Еще один участок поражения листка брюшины – имплант опухоли с элементами кистозной перестройки, тканевыми разрастаниями и признаками избыточной клеточности именно в этих участках разрастания. Различные по гистологическому строению опухоли могут включать в себя и геморрагические компоненты, как в данном случае – это эндометриоидный рак. Он характеризуется тем, что в структуре образования могут быть участки геморрагии. И еще один момент, характерный для него – это достаточно невыраженный асцит. При наличии объемного, большого, крупного поражения асцит в сравнении с предыдущим случаем менее выражен. Злокачественные изменения в опухолях половых клеток встречаются только в молодом возрасте. Выглядят либо в виде как дисгерминогенных каких-то изменений, либо хорионкарциномы. И в пременно-паузальном периоде из строма полового тяжа формируется образование ячеистой структуры, гранулизоклеточные опухоли, иногда имеющие избыточную эстрогеновую активность. Вот, собственно говоря, это те основные образования, которые могут встречаться в яичниках. Порядка 10-15% образований это метастатическое поражение яичников. Встречается оно чаще всего при поражениях желудочно-кишечного тракта, молочной железы. И чаще всего в 70% случаев двустороннее, либо одностороннее в виде наличия соленых каких-то участков и зон некроза. Чаще всего выглядят они примерно вот так, с сохранением контуров. Яичников с наличием асцита, с ограничением диффузии и неоднородным накоплением контрастного препарата. И второй момент, который я хотела бы обязательно отразить в этом сегодняшнем выступлении, это контроль за лечением. Спасибо коллегам с Института Петрова, которые прислали мне вот такую замечательную фотографию. Это коврик для мыши на столе у рентгенолога, на котором отображены критерии РЕЦИСТ, собственно говоря, те, которые мы должны использовать, когда осуществляем контроль за лечением. Какие требования, собственно говоря, к осуществлению контроля? Это в первую очередь оценка одним методом к вопросу о том, что если мы прослеживаем патологию в одном и том же варианте, то должны использовать не сегодня, а КТ, завтра МРТ, а всё, это будет какой-то один из методов. Должен быть стандартизированный подход, обязательно корректное стадирование, о чём мы говорили в первой части, то есть, соответственно, обязательно оценка местной распространённости и состояния лимфатических систем. Оценивается не более пяти очагов на один орган, в зависимости от того, какая анатомическая область системы единая, и процент оценивается увеличение или уменьшение опухоли. Существует полный, частичный ответ, стабилизация и прогрессирование заболевания. И, собственно говоря, когда мы осуществляем динамический контроль за тем или иным пациентом, мы должны руководствоваться вот этой классификацией и пытаться оценить эффективность лечения согласно этим критериям. Естественно, в институте это, я думаю, естественно, собственно говоря, вы применяете это на каждом шагу, но в многопрофильных больницах это не везде так. Собственно говоря, поэтому хотелось бы пропагандировать использование вот этой методики. Также привела дополнительное сведение о том, какие рекомендации по динамическому наблюдению, по системе РЕЦИСТ, но они практически пересекаются с рекомендацией системы ВОЗ. Грубо говоря, каждые три месяца в течение первых трёх лет. И на данном слайде обращаю ваше внимание на полный ответ, когда у пациентки была опухоль шейки матки, и после курсов химиотерапии произошёл полный регресс образования. Ещё один вариант полного регресса, когда мы видим достаточно большое образование с признаками инфильтрации, с распространением в передней стенке влагалища, с распространением в параметре, с ограничением диффузии и распространением процесса за пределы органа. И, собственно говоря, контроль после проведения дистанционной лучевой терапии, брахиотерапии и эмболизации артерии. Собственно говоря, мы видим полный регресс образования, отсутствие накопления контрастного препарата в данной области и избыточной клеточности. В качестве контрольной методики было использовано диффузионно-взвешенное изображение. Частичный ответ – это когда, собственно говоря, уменьшение образования происходит не в полном объёме. И мы видим, что порядка 50% опухолевого узла сохранилась, выраженность клеточности на диффузии сократилась практически вдвое. И, собственно говоря, на морфологических протоколах мы тоже видим положительную динамику в виде уменьшения объёма образования. Стабилизация процесса. Состояние – это пациентка после оперативного лечения рака шейки матки. Тем не менее, через полгода у неё возникает рецидив, за которым мы благополучно наблюдаем уже в течение года и была проведена дистанционная лучевая терапия, мы видим, что практически никаких изменений, ну, может быть, какие-то минимальные даже тенденции к уменьшению до 20%. Это, собственно говоря, тот критерий, который может быть использован при использовании термина стабилизация. Прогрессирование заболевания. В данном случае это опухоль тела матки с распространением на правый яичник и формированием имплантов по брюшине. Это аденокарцинома. 8% опухолей могут сочетать в себе поражение матки яичника в импланты, давать импланты в брюшину. Поэтому достаточно так. Это нередко встречаешь эту ситуацию. И мы видим, что на фоне проводимой терапии ответа опухоли нет, и происходит увеличение размеров как импланта, так и выраженности опухолевого процесса с распространением его на всём длиннике полости матки и увеличением размеров импланта. Состояние послеоперативного вмешательства по поводу аденокарциномы яичника мы видим единичный имплант опухоли, расположенный вдоль листка брюшины. И на контрольном исследовании на фоне терапии мы видим появление, во-первых, нового очага и увеличение в размерах того, который был ранее. На диффузии данные очаги демонстрируют её ограничение, соответственно, избыточную клеточность. И при оценке этого состояния мы тоже должны фиксировать о том, что имеется прогрессирование. Таким образом, ещё раз разрешите подытожить, что МРТ позволяет в первую очередь визуализировать ранние достаточно стадии опухоли тела и шейки матки, оценивать местную распространённость процесса, диагностировать опухоли яичника, а самое главное – осуществлять полноценный контроль за проводимым лечением. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Наталья Викторовна. У кого есть вопросы, за 20 с небольшим минут о всей онкогинекологии, пожалуйста. Наталья Викторовна, спасибо большое за доклад. И только за… Можно? Да, да. Я хотела бы спросить, используете ли вы диагностики леомиосаркомы и миомы матки с кислотной дегенерацией или какие-то другие коридории? Спасибо. Спасибо большое. Да, мы используем диффузию при оценке… Ну, просто уже в рамках этого доклада не было возможности показать клинические наблюдения. И есть некоторые публикации, которые говорят о том, что можно уже не только качественно, но и количественно оценивать коэффициент диффузии и предполагать степень злокачественности процесса в выявленных узлах. Соответственно, если коэффициент диффузии менее единицы, то можно заподозрить, по-моему, даже менее 0,8, если не ошибаюсь, саркому, а, собственно говоря, диапазон от 0,8 и выше измеряемого коэффициента диффузии будет свидетельствовать о том, что это доброкачественный процесс. Да, действительно используем, и это позволяет иногда помочь очень сильно клиницистам. Работает. Работает. Уважаемая антоликтор, спасибо за презентацию. Вопрос. Может, я неправильно поняла, стандартный протокол исследования. Вы предлагаете включать Т1 с фатсатом или Т2 с фатсатом? Это на ваше усмотрение, как вам больше нравится. Я считаю, что стандартный протокол исследования должен обязательно быть включён в трёх плоскостях. Т2 обычный, обязательно диффузия и динамическое контрастирование. Спасибо. А Т1 или Т2 с фатсатом, это кому как нравится. Например, я предпочитаю лимфатические узлы смотреть на Т1 извершенных изображений с подавлением сигнала от жира. С подавлением, да? Да. Но это вопрос привычки, я думаю, ещё тоже. Диффузия очень помогает с лимфатическими узлами. Понятно, что они, неважно поражённые или не поражённые, они все светят хорошо на диффузии. В принципе, тоже для оценки лимфатических узлов можно использовать. Ещё есть вопросы? Наталья Викторовна, скажите, пожалуйста, когда пациентку вы обследуете по поводу опухолевого поражения тела матки или яичников, всегда ли вы расширяете область исследования до брюшной полости или нет? У нас есть специальный, так называемый, есть протокол. Он быстрый, он составляет примерно около минуты. И мы обязательным образом смещаемся вверх и вдоль аорты сканируем, собственно говоря, исследование, сканируем пациентку для оценки лимфатических узлов. И, возможно, там выявление каких-то крупных имплантов образований вдоль лесков брюшины и так далее, и так далее. Естественно, мы всегда пациентам рекомендуем пройти исследование верхнего этажа брюшной полости, но это уже как бы на их усмотрение. А вот такой элемент мы стараемся обязательно выполнять. Спасибо большое. Я такой вопрос не зря задал, и, по моему мнению, пациентки с опухолью тела матки или яичников, когда мы предполагаем большую вероятность распространенности какой-то или региональную, или общую распространенность процесса, в этом случае, конечно же, нужно расширять исследования до исследования брюшной полости, чтобы действительно увидеть региональные лимфатические узлы, во всяком случае, которыми являются параортальные группы лимфатических узлов, и диагностировать поражение брюшины. Ещё есть вопросы? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, когда стоит выполнять МРТ малого таза после конизации шейки матки? Ну, здесь можно, как бы, рассуждать в первую очередь о том, что для... с какой целью, собственно говоря. Ну, думаю, что в первую очередь 4-6 недель должно пройти как минимум для того, чтобы ушёл послеоперационный отёк и вообще различные изменения окружающих тканей. Как минимум. Субтитры создавал DimaTorzok